так всем доброе утро hello bonjour да доброе утро дорогие участники уроков так на группе ваикра ваикра это и возвал сейд макаев класса лом все и возвал сюда на карачева ваикра почему он называется это третя книга торов который начинается со слова икра ашер мушей и возвал бог к мужа но бог же вызвал не только к маши он к маши воздал потому что машин машин моисей мог его услышать до отеля глотко самому каждому из нас называет каждому из нас был вызывает и говорит где ты как как он адам решену первому человек вот сказал после того как первый человек согрешил он еще согрешил грех это не выполнить волю бога и он значит не выполнил волю бога и что было дальше когда у него была бога богу и стал где ты туда же исчез куда ты спрятался то есть он как бы с опустился на другой уровень до после того, как он съел от этого дерева познания добра и зла. Вот. И мы сейчас... Привет всем, привет! Значит, мы сейчас... Шалом, Ирина Христинка. Задача человека подняться в этом мире на уровень Адам Решона, первого человека до греха. Представляете? То есть это как бы цель. Вот ради этого, как все и происходит. Можешь сказать? Все. Леса Муренец с нами. Все. Можно продолжать изучать Пертеа. И вот мы изучаем, значит, Пертеа получение отцов. И там здесь нам рассказывается как есть такая мишна тоже Пертеа. Вот. Дерех Эретс кадмали Тора. То есть поведение, Дерех Эретс это правильное поведение. Было оно как бы перед Торой. Потому что Тора это знание, которое ложится на человека. На сердце человека. А сердце человека управляется качествами человека. То есть его намерениями. Если у человека качества его характера, то есть его намерения они неправильные, да? Неправильные. Что значит они неправильные? То есть он его намерение делать зло там, ну и так далее. На него Тора не ложится. То есть Тора она не цепляется. Это как, знаешь, файл не читается. Поэтому Пертеа вот получение отцовы это как бы фундамент для всего остального. И сегодня мы пришли к Мишне Даот Айтан. К нам, Беня. Сын Света. Шалом. Вот. И значит тема такая, что сегодня мы пришли к Дамир. Шалом. Мы пришли к тому, что значит Рабан Гамлеель Рабан Гамлеель он говорил то есть это получается Мишна уже мы прошли Елель, Шамай со всем разобрались и тут приходит Рабан Гамлеель это уже следующее поколение он был глава еврейского народа и говорит Аселых Арав сделать уже до этого Габа он же нам говорил уже сделать себе Раба говорил А сейчас Рабан Гамлеель говорит сделать себе Раба дальше он говорит то Караби Юшопен Прах и он говорил как Мишнева кто помнит он говорил так Аселых Арав сделать себе Раба Укнелых Ахавер и купи себе друга приобрети друга купи друга и АВДАННКОЛИАДАМЛИКАВСХУД суди каждого человека с хорошей стороны это нам говорил Юшопен Прах то есть он говорил так что возьми себе Раба у которого ты будешь учиться сделай себе Раба то есть поставил у себя то есть это ты должен приложить усилия Раба у которого ты будешь учиться мировоззрению то есть есть у Равина есть в Торе как бы есть два главных направления возьмем это так одно одно направление Торы называется Ашкафа Ашкафа это как широкий взгляд такой да мировоззрение по-русски вот спрашиваю человека а какое у тебя мировоззрение он говорит ну какое у меня мировоззрение вижу я мир так значит я думаю мир возник случайно говорит кто-то да я так думаю то есть у меня как бы я конечно не знаю я не присутствовал когда мир возникал но я вот так думаю это его мировоззрение думаю что потом инопланетяне сюда прилетели значит и занесли сюда обезьян А уже из обезьян пошли люди. А другой говорит, не, не, у меня другое мировоззрение. То есть я думаю, что мир всегда был. Он был всегда. Так я думаю. У меня мировоззрение такое. А люди произошли от обезьян, потому что вот так. Это так примерные мировоззрения людей. Теперь, значит, говорит нам Юшов Энфраке. Он нам говорит так. У целых араб сделай себе раба. То есть человека, у которого ты учишься о мировоззрении. Выбери кого-то. То есть не будь как просто, ну, нельзя строить свое мировоззрение по журнальным статьям, да. То есть выбери систему, выбери систему. Есть там религиозное мировоззрение, да. Это Бог сотворил мир и так далее. Есть там теория Дарвина. Теория. Он думает, что оно так возникло, да. Есть там теория, еще какая-нибудь может есть теория. Я не знаю, индейцев каких-нибудь, да. То есть говорит нам Юшов Энфраке. Усэлэхараб поставь себе раба. То есть выбери себе раба, у которого ты возьмешь мировоззрение. Укнэлэхахавэ приобрети себе друга. Это человека, который настоящий друг. Кто такой настоящий друг, да. Которого надо купить, приобрести. Человек, в принципе, в этом мире никому не нужен, по большому счету. То есть нужно что-то от человека. Это часто бывает. Но сам человек, что был кому-то нужен, это бывает там, ну, родственные связи какие-то. Бывает такое, да. Ну и так, даже если мы говорим про любовь, то нужен не сам человек, а что-то от него. То есть парень любит девушку. Она ему говорит, хорошо, я очень рада, что ты меня любишь. Ну я, значит, уезжаю на 5 лет учиться в Африку. А значит, ну ты же меня будешь продолжать любить. Он говорит, секундочку, нет. Я тебя люблю, только если, ну, если у нас будет что-то. На 5 лет в Африку я не готов, да. То есть и говорит нам, и в Шопенпрахе, это мы повторяем, думаешь, ну. Сделай себе раба, выбери себе мировоззрение. Нэрэхахавэр, приобрети друга, который будет тебе помогать. То есть ты тоже дашь-надашь. То есть ты приобретаешь друга. Как приобретаешь? Ты в него вкладываешь время, силы и так далее. Что ты от друга получаешь? Друг тебе помогает развиваться по твоему мировоззрению. То есть друг это тот человек, с кем ты хавэр, это с кем ты мид хавэр. С кем ты соединяешься ради какой-то одной цели. То есть ты ему дашь-надашь, он тебе. Вот надо приобрести такого друга, поэтому написано, друг приобретается. Ты в него вкладывать должен, а он тебе дает помощь в твоем мировоззрении. Это настоящий друг. Теперь, третье нам говорил Иушо Бенпрахе в той мишне. И суди каждого человека с хорошей стороны. Здесь это ключ к тому, чтобы у тебя был и равый друг. Потому что если ты судишь, критикуешь, там судишь с плохой стороны, то что у тебя не будет ни друга, ни рава, ни жены, никого. Потому что те, кто любят критиковать, у них как бы, ну, то есть, как знаете, есть в иврите такое выражение, а те хахам, а те цадек, те хахам. Не будьте прав, а будьте умен, да, будьте умным. И самый яркий пример, что вот когда человек доказывает другому, да ты плохо сделал, да ты неправильно сделал, там начинает доказывать, да, это он хочет быть судеб, он хочет быть прав. Вот человек стоит перед дорогой, да, у него зеленый человечек нарисован, да, можно идти. И он идет, он прав, он прав. Едет машина, она же должна на красный свет остановиться. Должна. Но она не останавливается, водитель не прав. А этот продолжает идти, он доказывает, что у меня же зеленый человечек, я должен идти. Его машина насмерть сбивает. Он прав, но он мертв. Что лучше, быть правым или неправым? Лучше быть с дураками, лучше быть умным, и не надо одно доказывать. Вот. И, а вы данет, коль а там ли кавсхут, это мы повторили ту мишну, которую говорил нам кто? И уж об ин практике. А сегодня мы изучаем уже мишну, которую сказал Рабан Гамлеель. И он начал с этой же фразы. Асэ лэ ха раф. Но он имел в виду совсем другое. Что он имел в виду? Мы понимаем из второго его высказывания, что он имел в виду, для чего нужен Раб. Вэйсталэк мина сафэк. И избавься от сомнения. Значит, в Торе есть мировоззрение, есть Аллаха, закон, что нужно делать. Значит, по мировоззрению ты можешь учиться у разных Рабаним, у разных Рабов, у разных учителей. Ну, в рамках Торы, если твое мировоззрение Торы, дальше ты можешь учиться у разных. Но закон, закон, как надо поступать? Если ты будешь все время спрашивать у разных, то ты будешь оставаться в том же сомнении. А сомнение, если вы говорите, очень точно каждое слово, оно имеет числовое значение. И сафэк, дематрия, числовое значение слова сафэк, оно такое же, как у слова амалек. Амалек это главный враг Бога, главный враг евреев, то есть это народ антипода от Исраэль. Амалек это тот народ, который, его основная миссия это создавать зло и воевать против Бога и против народа Израиля. И вот, значит, сафэк, дематрия, амалек. То есть, когда у человека внутри есть сафэк, сомнение, то это сомнение, оно его сжирает. И оно ему не дает двигаться ни туда, ни туда. Есть известная притча про Буриданова сел, как был осел, у него было два стога сена, справа и слева, и он умер с голода, потому что он сомневался, или с правого начать стога, или с левого. И вот, когда человек, он все время сомневается, сомневается, и он и не там, и не здесь, и не там, и не здесь, то это его сжирает. Поэтому, сказал Рабан Гамлеев, в Аллахе, Аллаха это закон, как действовать. И Тора очень четко регламентировала, как действовать, есть шелханарух. Шелханарух это сборник законов. И этот шелханарух регламентирует все, все, все абсолютно сферы деятельности, от момента просыпания до, до там, женитьба, смерть, отношения, бизнес, все абсолютно. Теперь есть такие раввины, которые называются это Раппосек. Раппосек, который может, Левсок это как бы сказал, отрезал все. Который может устанавливать Аллаху. То есть, это люди, которые знают полностью весь шелханарух. И ты приходишь к этому равву и говоришь, как мне поступить? Он говорит, Псак Аллаха, так, все, закон такой. И ты делаешь, ты понимаешь, что так как основная цель это служить Богу, воля Бога выражена в законах, законы отражены в шелханарухе, то любое, любое твое действие, которое ты делаешь, исходя по намерению из воли Бога, если тебе эту волю Бога, не ты сам себе придумал, что Бог этого хочет, знаете, есть такие люди, которые, ну, там человек покупает бутылку водки вторую уже, после первой, первый выпил. И говорит, о, сам Бог послал, значит мне эту бутылку. Да, вот, и, то есть, не трактовать, что все же ты хочешь, это воля Бога, а именно идти кровью. Ну, это нам советовал Рван Гавлеель. О, сел и хараф, сделай сибирава, вейсталек, мин асофек, отделись от сафека, из бакси от сафека, и в альтарбели асер амдот, и не умножай, отделять маасер на глаз. Здесь он, как бы, мы заходим в очень интересную тему. Значит, еще когда Яков, это один из трех правоцов еврейского народа, уходил в странстве, в изгнании, да, уходил к Лавану, и у него был разговор с Богом, в котором он пообещал десятую часть отдавать Богу. То есть, если Бог будет его обеспечивать, даст ему все, то десятую часть заработка он обещал, десятую часть от всего, что ему придет, он обещал отдавать на божественные нужды. Это было такое обещание Якова. Теперь, сейчас, парухату, адуйну, алину, холом, шаколе, ведро. Хорошо. Дальше в Торе устанавливается, что десятая часть урожая, ее нужно отделять. Там есть нюансы, я сейчас не буду входить в Аллаху, потому что закон может трактовать только Раф-Посек. Я не Раф-Посек, я вообще не Раф. То есть, я сам изучаю Тору. И в Торе Рабан Гавлиэль нам сказал, что сделай себе Рава, и удались от сомнения, и не умножай, отделяй десятую часть на глаз. По десятой части есть много разных нюансов, мнений, от чего именно отделяй десятую часть, как ее отделять, от прибыли, от дохода, от капитала, только от того, что вырастает на земле, или от всех денег, и так далее. Но в другом месте написано, что Бог сказал, что если ты хочешь, это в одном из пророков сказано, что если ты хочешь разбогатеть, Ли-Ита-Шер это те же самые буквы, как Ли-Асер, отделяй десятую часть, Ма-Асер, и Ли-Ита-Шер это одни и те же буквы. То есть, разбогатеть и Ма-Асер это одни и те же буквы. Мы дальше будем учить пертьевод, будет такая Мишна, что звучит она так. Тен-ло-ми-шело, дай ему из его, ше-ата-вэ-шел-ха-шело. То есть, дай Богу из его же, потому что и ты, и все, что у тебя, его. И царь Давид, он говорил, Тен-ло-ми-шело, Тен-ло-ми-шело, ам-е-шело? Сейчас, сейчас. Мишна звучит так. Тен-ло, там кто-то из мудрецов говорил, Тен-ло-ми-шело, ше-ата-ва-шел-ха-шело. Как Давиду Амер. Тен-ло-ми-шело, ам-е-шело, ам-е-шело, кем-е-шело? Уми-ад-еха и нат-ну-лах. Вот так. И царь Давид, он говорил в псалмах, что от тебя все от Бога, и с твоей же руки отдают тебе. То есть, когда человек отдает десятую часть, он же от чего отдает? Вначале ему Бог дает, он не своего отдает. Ему Бог дал сто процентов, он отдал десять. Ему Бог дал дом и сказал, повесь мезузу. Ему Бог дал одежду, сказал, повесь цицит. То есть, Бог всегда тебе вначале дает, а потом ты ему отдаешь. Так вот. Вот Дерни Нивня тоже говорит про нюансы закона. Но вот именно это нам и сказал Раббан Гавлиэль. Он говорит, не пытайтесь своими мозгами определять закон. Асел и Хара, сделай себе Рава. И избавься от сомнений. Валь Тарбе, Ле Асер Амдот. И не умножай, отделять на глаз. Почему написано Аль Тарбе, Ле Асер Амдот? Почему написано не умножай, отделять на глаз? Потому что некоторые отделяют двадцатую часть. Некоторых была известная история, один миллиардер. Я лично вот эту историю слышал от него. И с ним встречался, это он, зовут его Эли Горн. Эли Горн, такой есть миллиардер. А? Сейчас он был в Испании. Вот, Эйтан его видел тоже. Эли Горн, он всю жизнь работал и зарабатывал. То есть, он прямо был беженец из Ливии вначале, потом они из Ливана, из Ливана. Потом они, значит, переехали в Италию, потом в Бразилию. И вот в Бразилии он стал миллиардером. Стал он миллиардером. Очень такой человек, прям машина вообще. Ну, прямо очень умный, такой прям, как сказать, лидер. Лидер настоящий. И тут ему уже там, за 70 лет он заболевает болезнь Партинсона. Ему врачи говорят, вот скоро вы не будете ходить, а потом еще скоро вы умрете. Там вопрос нескольких лет. То есть, нет, что-то неожиданное. У него уже есть срок, когда он умрет. И он, значит, в этот момент, он решил раздать все свои деньги на благотворительность. Он говорит, смотрите, я здесь всю жизнь работал, чтобы не быть бедным, а быть одним из первых. То есть, я хотел быть всегда первым. Я здесь добился большого успеха. Теперь, говорит, я боюсь прийти на небо и быть бедным там. Я не хочу быть бедным там. Я хочу сейчас все свои деньги инвестировать в заповеди и в добрые дела. Конкретно в служение Богу, в приближение евреев в Кторе и так далее. Все, решил он все раздать. Но ему, его сыновья и жена, они говорят, ну а может быть, это ты как бы слишком замахнулся. То есть, здесь еще мы, там дети, внуки, семья. Как все раздать? Он говорит, так, а что не все раздать? Ну, то есть, это мои, я заработал, я хочу раздать. То есть, я хочу все деньги забрать с собой туда на небо. Но пошли к Равинам, пошли к Равинам. И Равинский суд, насколько я знаю, сказали, что он может раздать там не более, чем 60% своих денег. Он может раздать. 40% они постановили, что он должен оставить семье. Оставить семье. Так я слышал эту историю. И он сам лично участвует, как во всех, во всех образовательных проектах. Он, кроме нашего, кстати, он почему-то Эллиорн про нас не знает. Но, значит, с Божьей помощью Этан ему сообщит, что у нас есть прекрасный образовательный проект. И можно было бы за совсем небольшие деньги через Facebook охватить очень много людей, чтобы изучали Тору, чтобы возвращались к Богу, соблюдали заповеди. Но все в руках Всевышнего. Так сказал нам, сказал нам Рабан Габлиэль, он сказал, Аль-Тарбе, не умножай, отделять на глаз. Потому что запретить отделять на глаз тоже нельзя. Некоторые люди отделяют на глаз больше, чем они отделяли бы точно. Есть тут еще один аспект, что есть такая, такая есть тоже мудрость в Торе, что браха, браха, благословение, есть только вещи, спрятанные от глаз. И некоторые люди, они не, даже сами они не пытаются точно, вот, педантично знать, сколько есть денег, сколько нет денег. Например, тот же Йов, он всегда давал, насыпал с горкой и сдачу оставлял. То есть, некоторые дают от 10 до 20 процентов. И они не дают точно, вот 10, не педантичные. Поэтому сказал Рабан Габлиэль здесь, что Аль-Тарбе, Лас-Эрам-Док, то есть, он оставил, как бы, простор. Он сказал, лучше точно знать, даже в этом деле, лучше точно знать, сколько ты отделяешь, кому ты отделяешь, куда идут деньги, быть здесь точным. Но здесь, как бы, он оставил простор для того, чтобы, кто хочет давать больше, дает больше. Аль-Тарбе, Лас-Эр, Ам-Док, давать Мас-Эр на глаз. Вот, это нам сказал Рабан Габлиэль. Очень важное, я считаю, для нас это месседж, очень важное сообщение. Значит, мы должны, ну, какой я для себя делаю вывод? Первое, что нужно реально во всех вопросах, где есть сомнения, нужно советоваться с Равином. И само по себе выполнение закона Торы, если Равин тебе говорит, что Тора постановляет вот так, само по себе это является заповедью и гарантией, что именно это решение будет лучше, чем с Афек, сомнение, которое сжирает твой ресурс временной, мозговой, финансовый и так далее. То есть, многие люди от сомнения, они не двигаются всю жизнь никуда, все они сомневаются, или туда, или туда, и так далее. Второй вывод мой такой, что, значит, ну, опять же, второй вывод, что отделять надо все-таки, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы быть точным вообще во всех делах, потому что, если ты точный во всех делах, да, вот ясность, точность, седер, порядок, это все очень важные такие компоненты жизни, и, ну, тут опять же, вот есть здесь, я сейчас на эту тему думаю, я всю жизнь был фанат целей, то есть, я был фанат целей, ставишь цели, и достигаешь, добиваешься, 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 то есть, был такой фанат целей. Потом, я вот сейчас, в последнее время, сейчас пересматриваю, у меня как раз даже здесь лежит книжечка, называется «Здесь и сейчас». «Как вырваться из плена целей и начать радоваться жизни». Написал, кстати, тоже Стивен Шапира, еврей. Вот что, как мы говорим, как выбираешь мировоззрение, то есть, вариантов миллион. И он здесь дает очень интересное такое объяснение, почему цели мешают человеку. И я сейчас очень, как бы, эту модель пересматриваю. И действительно открывается, когда ты идешь не точно по каким-то целям и планам, у тебя открываются больше возможностей для восприятия творческого жизни. То есть, ты себя не ставишь в рамки какого-то жесткого, придуманного тобой алгоритма, и ты открыт. И мне нравится его вот этот вот сам совет, что нужны не цели, а нужен компас. Нужно направление, в котором ты идешь. А потом, когда у тебя есть направление, то ты, идя по этому направлению, ты больше открыт к тому, что реально происходит, и ты больше видишь, ну вот, чудо жизни, которое происходит здесь и сейчас. Очень интересный подход. Вот, все, поэтому, поэтому и сказал нам Рабан Гамриэль, Аль Тарбе, не умножай, отделять массер на глаз. То есть, он не запретил нам отделять массер на глаз. Он просто дал нам хороший совет, не умножать это. То есть, можно быть, отделять массер надо. Точно или на глаз, лучше точно. Все, друзья, удачи, успехов. Если вы хотите, если вы хотите именно вкладывать в распространение Торы, то вы можете любой урок поддержать. Вот сказать, например, Яков Шатади, но я хочу вложить 10 долларов, чтобы жители города Биштек посмотрели этот урок. И можно за 10 долларов сделать так, чтобы там 20 тысяч жителей города, именно Биштек, увидели какой-то урок, который вам понравился, или какую-то статью. То есть, можно в Фейсбуке таргетировать на определенной аудитории любой пост. Поэтому, если вам что-то понравилось, какая-то статья любого из раввинов, которые пишут на портале ВАИКРА и в группе, и вы хотите, вот вас эта, например, мысль какая-то, она порадовала, вы можете совершенно спокойно попросить Шатадина, чтобы на какие-то там, в честь ваших родственников и так далее, чтобы этот урок увидело как можно больше людей. Все, развиваем группу ВАИКРА, портал ВАИКРА, потому что чем больше нас будет, тем больше будет света. Все, удачи, успеха, всем хорошего дня!